Вы смотрите будущее, перед вами большие высоты, и хочется вам, конечно, пожелать помощи Божьей на все ваши добрые начинания. Не бойтесь оступиться, ошибиться, ни человека, который не оступается, который без греха. Только один Господь. Но всегда помнить нужно, что вы не один. Часто очень много в соцсетях мне пишут, а мне приходится общаться с молодежью, в основном, в большей степени соцсетях. Батюшка, на кого мне опереться, от кого получить поддержки. И всегда, общаясь так вот индивидуально, приходим оба к выводу постепенно, что самый близкий человек – это родители, которые порой даже готов принести себя в жертву за каждого своего ребенка. Я беру нормального родителя, который любит, который родеет, который не безразличен в жизни своего ребенка. Хочется также одну притчу рассказать. Один человек хотел быстро перебраться на другой берег, и прибежал к лодочнику, и говорит, перевези меня на другой край. Говорит, хорошо. Он сел к нему и начинает отгревести, и пассажир замечает, что у него на двух лёслах написано, на одном молись, а на другом трудись. Он удивился, говорит, я понимаю, трудиться надо. Не потрудись, не заработаешь, не покушаешь. А молиться зачем? Зачем это нужно вообще? Он говорит, вы думаете, не нужно молиться? Да я думаю, это пустая трата времени. Говорит, хорошо. Когда лодочник затаскивает весь лодок в лодку и начинает грести с одной стороной, как и две слои. Лодка закружилась вокруг себя. И он говорит, скоро ли мы доберемся до другой края? Не скоро. Поэтому, мои дорогие, когда вам будет трудно, трудно, но всё-таки не будет рядышком близкого человека, чисто из-за географии, потому что вы разъедетесь по разным сторонам. Ростов, Постов, Питер, наши большие страны. Может, кто-то за рубеж едет. Помните, что порой мы помолимся, и Господь услышит наши молитвы и поможет нам в наших чаях, трудах и надеждах. Но должны мы к этому и предлагать, конечно, усилия, а не ждать только ни там, ни смеха. Нет никаких проблем, которые нельзя решить. Наверное, летальное и последнее – это, наверное, всё-таки смерть. Но я желаю вам и вашим родителям многих лет здравия, душевного и телесного. Но поскольку у нас очень сильно позитивный такой выпускной, я надеюсь, кто бы не снимает в телефонах, я вам расскажу, не думаю. Это момент, что нет безвыходных ситуаций. Можно? Можно. Однажды, сын пришёл к отцу и говорит, «Папа, что такое альтернатива?» И, сынок, мы с тобой жили в городе, я в офисе работал, вот и институт только закончил. Ну, сложили жизненные обстоятельства так, что мы переехали в село. Мы занимаемся сейчас жирного боджа, курочками, вот у нас курочки уже, скоро яички появятся, мы потом и кубаторами, и вырастут, ещё больше курочек станет, скоро мы с тобой станем большими такими фермерами. Говорит, ну так а в чём альтернатива? Говорит, вот представь, давай, всё это смыло, все наши куры сдохли, и вообще ничего не понимали. Займёмся в курочках. Говорит, что в этой жизни жизни надо всё-таки чуть-чуть смотреть на неё с позитивом, потому что если смотреть на неё объективно, можно сойти с ума. Принялась Господь, и всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok